Культ поход Культ поход Отмечайте сразу, где, когда, во сколько Ну что ж, начнём, наверное, про... Начнём мы с сегодняшнего события, я так понимаю, да? Или, я думаю, что, наверное, Илья Николаевич начнёт Хорошо, давайте так Он подытожит наш сегодняшний, как бы, вот миг Давайте так В искусстве и культуре Подытожит миг Да Интересно Подытожит миг Начинайте, Илья Николаевич Ну, во-первых, хочу поприветствовать всех слушателей радио И хочу выразить слова огромной благодарности за то, что на протяжении всего этого концертного сезона Вы постоянно помогали нам, освещая наши основные культурные события Что касается работы симфонического оркестра А сейчас бы мне хотелось остановиться на этом процессе Я должен сказать, что, наверное, и мы можем констатировать это сейчас уже совершенно определённо Произошёл некий перелом в работе симфонического оркестра Выход на несколько иное качество Даже говоря о том, что все прошлые годы план оркестра симфонического состоял в 28 концертах в течение сезона А за первые три месяца этого года мы дали 21 концерт В течение... Да, в геометрической прогрессии Да, в течение мая мы даём 6 концертов Я должен сказать, что вот вчера состоялся очень такой для нас важный концерт Это концерт, посвящённый Дню пионерии Столетие со дня основания пионерской организации И, может быть, кто-то воспримет это скептически Но я должен сказать, что для меня самое главное то, что осуществилась очень интересная задумка Дело всё в том, что в Кирове очень сильное певческое движение Очень сильное певческое направление Это связано с тем, что многие коллективы, в том числе ленинградские во время эвакуации Во время Второй мировой войны Они находились именно в Кирове, в эвакуации И именно Кировская область стала той землёй, которая отчасти спасла нашу российскую национальную культуру В Кировской области на станции Арбаш базировалась академическая капелла ленинградская То учреждение, с которым связано 11 лет моей жизни А если говорить точнее, то я и учился в хоровом училище при капелле на протяжении 11 лет И как раз-таки этот хор мальчиков, он как раз-таки и базировался, и был спасён на станции Арбаш Одно из моих идей Слушайте, про это, мне кажется, почти никто не знает Вот никто не знает То есть много говорят про театры, много говорят про заводы эвакуированные сюда Да, никто об этом не знает Но мне хотелось бы вот этот момент педалировать Почему? Потому что благодаря этому в Кирове очень сильное певческое направление именно в области хоров мальчиков У нас есть четыре потрясающие совершенно студии И когда я пришёл сюда, мне захотелось вот уделить этому отдельное внимание Сделать такой вот как бы концерт, где бы пели только мальчики Только хоры мальчиков, потому что, ну, с хорами мальчиков это, в принципе, связана история моей жизни, да Потому что я и сам пел в хоре мальчиков, вот в хоровом училище И вчера вот как раз-таки мы собрали три из четырёх студий Был сводный хор мальчиков Кировской области, порядка ста человек на сцене И мы пели пионерские песни Изначально идея этого концерта заключалась не в пионерских песнях В январе я собрал руководителей хоров и предложил им проработать идею концерта, связанного с репертуаром большого детского хора Вот пусть всегда будет солнце, крылатые качели там и так далее У меня на пластинках это есть всё ещё Вот, вот, вот Мы определили круг песен, порядка 12 композиций Почему именно столько? Потому что здесь нужно было отталкиваться от репертуара, во-первых, этих хоров Нужно было понимать, что, невзирая на то, что мы планируем какое-то грандиозное мероприятие Вначале я думал приурочить это ко дню славянской письменности Вот, но потом получилась эта дата Это июнь? Да, нет, это 24 мая Но в итоге получилось даже интереснее, потому что, так или иначе, большой детский хор, они все там были пионерами, октябрятами И вот эта идея, она очень хорошо вписалась туда И вот вчера в 6 часов вечера мы сделали, ну, на мой взгляд, очень такой важный, очень серьёзный концерт в Ракушке, на Театральной площади, вот этот концерт Что касается наших таких серьёзных мероприятий последнего времени, конечно, стоит отметить 7 мая огромный концерт, посвящённый, в том числе, творчеству нашего великого поэта Роберта Рождественского Да, приезжала его дочка Елена Рождественская Екатерина Да, прошу прощения, да Не страшно Е и Е, да, давно это было Вот, в качестве солиста выступил, ну, тоже, на мой взгляд, очень серьёзный певец У меня тоже была давняя мечта ещё на протяжении вот многих лет Последних я хотел сделать вот с этим певцом, с Владиславом Косаревым Хотел сделать программу песен военных лет, потому что, на мой взгляд, он является, ну, одним из наследников Вот творчества Муслима Магомаева Да, то есть в его манере, в его исполнительской подаче Вот это, знаете, вот настоящая истинная такая мужская подача, она вот прямо сквозит Вот, и... То есть мурашки, мурашки вот так Да, мурашки были, да Безусловно, да Вот, и 9 мая мы сделали, опять же, концерт с ещё одной программой, посвящённой песням военных лет Прямо на площади 9 мая мы выступили с таким концертом Концерт был в 9 часов вечера, и в 10 был салют И как раз получилось так, что программы хватило ровно на час И прозвучала песня «День Победы», и после этого сразу же небо озарилось вот этими вот взрывами салюта Я незадолго до этого ездила по городу и видела, какое огромное количество людей, там вот 8 в начале 9-го идут на театральную площадь Просто огромный металл подошли люди Да, это действительно была фантастика, потому что такое скопление людей я мало где видел Потому что действительно, когда вот мы готовились к концерту, да, ну вот где-то там в половину 9-го Было понятно, что ещё есть пространство на сцену Но когда мы вышли на сцену, к концу вот нашего концерта площадь была полностью заполнена народом Это, на мой взгляд, очень важно Почему? Потому что всё-таки вот основная моя идея, заключающаяся в том, что Вятская филармония и в частности Вятский симфонический оркестр, который мы очень надеемся в скором времени станет губернаторский И об этом следует поговорить ещё дополнительно, чтобы наш оркестр стал главным коллективом в области классического искусства в области Вот, и это очень важно, тем более, что вот переходя плавно к следующим нашим событиям Я хочу сказать, что я как бы очень надеюсь, что наш новый губернатор Кировской области Он поддержит идею своего предшественника Игоря Владимировича Васильева Который очень болел за то, чтобы наш коллектив приобрёл статус губернаторского оркестра И к юбилею города Кирова, 650-летию, мы вышли всё-таки С этим новым статусом, да? Да, с этим новым статусом Должен сказать, что статус этот мы должны обрести уже ориентировочно 1 июля В этом году? Уже в этом году, да Значит, из таких ярких событий, просто чтобы вы понимали, насколько серьёзно намерение нашего правительства 26-го числа у нас будет концерт закрытия сезона, куда приедет один из, наверное, выдающихся... 26-го мая, да? Да, прошу прощения Об июле говорили Да, 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 26-го мая приедет замечательный кларнетист Игорь Фёдоров Это единственный российский кларнетист, сольный исполнитель То есть многие музыканты, многие кларнетисты, которые приезжают Ну, кларнет, мы знаем, что это инструмент симфонического оркестра И многие музыканты, работая в различных симфонических оркестрах, они в качестве солистов иногда выступают с оркестром Но Игорь Фёдоров — это тот музыкант, творчество которого связано неразрывно и с такими именами, как Растропович, Спиваков, потому что он был стипендиатом фонда Растроповича И что было интересно в этом фонде, то, что для того, чтобы дать сольный концерт в Москве, Растропович лично с ними со всеми занимался Игорь Фёдоров ещё в моменты своего становления, он приезжал сюда и выступал с оркестром под управлением Раевского Сейчас он приедет в качестве уже такого, знаете, мэтра, который выступает на лучших концертных площадках И должен вам сказать, что вчера для нас состоялось очень такое важное событие Потому что мы говорили о том, что начался процесс по приобретению новых музыкальных инструментов А мы как-то говорили даже в нашем эфире о том, что это будет У нас даже была мечта сделать такой эфир, где мы старые, новые инструменты И невзирая на неимоверные сложности, связанные с нынешней ситуацией, как бы политической Потому что любой музыкальный инструмент, его стоимость начинается от полутора миллионов рублей Он является предметом роскоши И вот я должен сказать, что начали мы приобретение инструментов, самых дорогих инструментов с фаготов И вот нами уже были приобретены сейчас два фагота, каждый стоимостью 6 миллионов рублей О, боже Да, это, ну, должен сказать Дождите, извините, конечно, за, ну, может быть, такое сравнение, которое покажется кощурственным Но это практически кроссовер какой-то прям дорогой, подорожавший Кроссовер, понимаете, тут нам выставили претензию Квартира Купили, да, купили, значит, два инструмента общей стоимостью Однушки в Москве, понимаете, формулировка Ну, да, примерно Ну, эту однушку в Москве, да Причем в хорошем месте в Москве Наверное, да В неплохом, да, окраине Я пока, да, не на том этапе своего материального благополучия, чтобы это рассматривать Но, по крайней мере, два фагота вчера были отправлены нам из Санкт-Петербурга А, то есть они в Россию уже Они уже в России, да, они вчера были отправлены курьерской доставкой вот сюда к нам Ориентировочно 25-го числа они должны быть у нас 26-го мы проводим их экспертизу и передачу с участием Причем к нам приедет солист, первый фаготист из Российского национального оркестра А, он будет проверять, как они звучат Да, он будет полностью, да, как бы обследовать эти инструменты Он их просмотрит, а он является в то же время, поскольку это инструменты такой немецкой фирмы Walter Которая была признана в прошлом году лучшей фирмой по производству музыкальных инструментов То есть это запредельные инструменты, которые, ну, являются такими суперсольными инструментами Приедет как раз-таки вот этот фаготист, который в частности работает и с этой компанией Является официальным, как бы, лицом, является солистом этой компании И вот 26-го числа мы очень надеемся, что в присутствии губернатора, в присутствии вот этого замечательного солиста В присутствии Игоря Федорова, который тоже имеет отношение к духовым деревянным инструментам Вот, мы надеемся, что произойдет передача губернаторам этих инструментов симфоническому оркестру Так, а услышать ты его можно будет сразу же? Вы знаете, что дело всего в том, что вот все инструменты, поскольку они являются деревянными Почему они такие дорогие? Они выполнены из настоящего дерева То есть они являются элитным, как бы, таким продуктом А, из ценных пород каких-то, да? Безусловно, да И, значит, для того, чтобы они начали звучать, этому должен предшествовать примерно полугодовой период разыгрывания этих инструментов То есть инструменты выполнены из сухих, как бы, из высушенного дерева Но если сразу туда начинает поступать большое количество воздуха Они просто могут, там, от влаги, там, или еще от чего-то, от дыхания, они просто могут лопнуть Поэтому процесс разыгрывания этих инструментов, он постепенный, постепенный, постепенный На репетициях, значит, в свободное от репетиции время Музыканты аккуратненько по одной нотке раздувают эти инструменты Если это будет все сделано правильно, а нас проинструктирует вот наш, как бы, куратор То, ну, я так надеюсь, что где-то уже к ноябрю, к декабрю месяцу Мы услышим, как звучат эти инструменты, вот, по-настоящему Плюс к этому мы, я бы хотел сказать, что мы запускаем в начале июля Процесс пополнения оркестра новыми музыкантами Уже существуют, значит, внесены поправки в бюджет, которые позволят нам увеличить достойно заработную плату Потому что, ну, вот я должен сказать, что зарплата была одна А при графике работы оркестра три раза в неделю А нормальный оркестр должен работать шесть раз в неделю И здесь я должен высказать слова благодарности оркестру, потому что они мне поверили И ведь идея моя заключалась в том, что мы сначала должны показать, каким должен быть уровень оркестра По крайней мере, вот, каким, как может звучать оркестр Это обязательно должны услышать наши руководители региона И тогда мы уже можем претендовать на то, что мы будем что-то просить И вот на протяжении всего сезона оркестр работал за ту зарплату, которую бы он получал за три репетиции в неделю А приходили они каждый день То есть, грубо говоря... То есть они совершили подвиг Да, они совершили огромный подвиг, да, вы правы, Елена Романовна Потому что и по концертам мы сейчас планируем, что наш концертный график, ну, годовой он должен включать, ну, порядка 65 концертов вместо 28 И, в принципе, вот в январе месяце мы уже вышли вот именно на вот этот вот концертный график Вот, и слова благодарности оркестру, и мы очень надеемся, что вот в ближайшее время вопрос, как бы, финансирования, вопрос с него, он будет решен Потому что для этого есть все предпосылки Тут я должен, кстати, знаете, еще отметить, что вот приход Андрея Альберча, Маури, в частности, это вице-премьера Правительства Да, правительства, да Его приход во многом явился таким, знаете, очень мощным стимулом Потому что Андрей Альберч, это не только филолог по образованию, да, это достаточно, насколько я понимаю, достаточно крупный бизнесмен А бизнесмены, они, как правило, не боятся сложностей Вот, и его какие-то такие амбиции, желания, как бы, знаете, как вот внести какое-то такое новое дыхание вот во всю культурную жизнь Оно как раз-таки во многом поспособствовало тому, что этот процесс стал возможен вот в таком скором времени Ну, будем надеяться, что в Рио губернаторы не пересмотрят никакие решения, да, и они приедут Уже были с ними консультации Переговоры, да Вот, то есть он всячески поддержал наши три основные идеи Это переименование оркестра в губернаторский Переименование в филармонии, в Вятскую филармонию имени Чайковского Все-таки присвоили имя, да, да А когда это случится? Вы знаете, что, ну, документы готовятся вот на 1 июля, но мы так предполагаем Это на уровне региона должно решаться или на уровне федерального? Нет, на уровне региона, на уровне региона, да И мы очень хотим, чтобы вот наша площадь, да, которая сейчас называется площадью революции Чтобы она стала носить имя, площадь имени Чайковского На которой бы находилась филармония имени Чайковского И вот эта площадь, и вот все пространство вокруг филармонии стало новым культурным оазисом Вот в нашей, как бы, жизни нашего региона, в жизни нашего города Мне кажется, что это очень важно Ну и, конечно, оркестр народных инструментов Вот под управлением замечательного, на мой взгляд, музыканта Александра Николаевича Чубарова Он тоже в ближайшее время должен изменить свой статус И должен стать академическим русским оркестром имени Федора Ивановича Шаляпина Вот, то есть, такие, знаете, очень серьезные преобразования Которые вот в ближайшее время стоят у нас на повестке дня Мы надеемся, что в ближайшее время это все произойдет Потому что все предпосылки для этого созданы Ну, это вот такие, получается, внутренние какие-то новости Глобальные Глобальные, да То есть, это мы не про программу сейчас говорим Да, программа, что я могу сказать про программу? Основное я сказал А что касается программы, идет наша нормальная концертная жизнь Елена Романовна сейчас расскажет про работу камерного оркестра, народного оркестра Я могу сказать, что наши ближайшие такие концертные мероприятия Это, во-первых, 26 мая концерт-закрытие Которые носят такое символичное название Финнофинальный такой получается Да, да Ну, то есть, сезон мы закрываем, но работать мы не перестаем Это такая, знаете, артистическая хитрость такая Да, то есть, мы заканчиваем Как звезды у нас, знаете, прощальный тур по России Да, да, да Заканчиваем мы наш концертный сезон программы, которая называется символично Носит такое символичное название Классика и джаз Диалоги о вечном И вот как раз там приезжает Игорь Федоров В первом отделении мы исполним четвертую симфонию Бетховена А во втором отделении программа будет посвящена Замечательному кларнетисту Бенни Гудману И будет составлена из его произведений Бенни Гудман, ну, как бы, главный джазовый кларнетист, скажем так Программа будет составлена из произведений, которые Бенни Гудман играл Во время своих гастролей в Советский Союз 1 июня, в День защиты детей Тоже очень символичный для нас концерт Он будет посвящен двум маленьким Но исполнителям, уже имеющим всемирное признание Во-первых, это Елисей Мысин Это ребенок-вундеркинд Его возраст 13 лет Он является победителем программы «Синяя птица» И он выступает в качестве партнера с другим Тоже маленьким и одаренным музыкантом Захаром Внудских Когда мы делали этот концерт, Захар еще не был победителем конкурса «Созвездие» А конкурс «Созвездие» — это конкурс, который проводит школа «Сириус» Которая вот находится в Сочи, да? Это школа для одаренных детей И вот Захар Внудских, он буквально месяц назад стал победителем главного конкурса, который проводит «Сириус» И мы фактически, к нам приезжают два самых титулованных наших мальчика-вундеркинда Слушайте, я смотрю фотографии, там такие, такие детки просто Да, 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 и программу мы нашу назвали символично «На крыльях синей птицы», потому что каждая из них имеет непосредственное отношение вот к этому замечательному проекту «Синяя птица» Что касается еще одного очень важного нашего проекта, и мы надеемся, нам удастся его реализовать, это 30 июня. Мы хотим сделать концерт, посвященный памяти выдающегося Муслима Магомаева. В этом году исполняется 90 лет со дня рождения этого, ну, без преувеличения, скажем так, выдающегося нашего советского певца, и к нам приедет тоже, на мой взгляд, очень такой интересный солист, это Александр Суханов, это баритон, который очень много выступает в Москве, живет он в Ярославле, но он очень много выступает и по стране, и в различных городах, в том числе в Москве. Впервые мы с ним познакомились достаточно давно, но вот публика кировская с ним познакомилась на концерте закрытия фестиваля «Вятская весна», где он выступал в качестве солиста вот в кантате Рахманинова «Весна», вот, и у нас возникла такая идея сделать концерт, потому что ведь, понимаете, вот вы абсолютно справедливо сказали, что сезон заканчивается, но ведь это не значит, что мы должны оставить как бы без присмотра нашу публику, которая тоже хочет получать вот эти яркие эмоции, да, поэтому... Они-то разбегутся все. Да-да-да, поэтому в июне месяце... По огородам, да? Да-да-да, поэтому вот, чтобы не допустить вот их разбегания по огородам в течение недели, вот, 30 июня мы как раз-таки решили провести вот этот концерт, который будет посвящен памяти Муслиму Магомаеву. Я думаю, что это будет грандиозный совершенно концерт, потому что это будет сопровождаться и световым оформлением, это будет сопровождаться... А, то есть это шоу опять будет музыкальное музыкальное? Ну, это... Вы знаете, что... Ну, как бы, да... Не любите слово шоу? Нет, вы знаете, что я его люблю, потому что я его, как бы, в это дело тоже был среди тех, кто его лоббировал, вот, но в данном случае это такой, вот, знаете, будет настоящий большой праздничный концерт, вот. Я должен сказать, что вот можно подвести, наверное, какие-то определенные итоги моего первого года пребывания вот на этом посту. Я должен сказать, что вот, невзирая на то, что и вы, наверное, меня поддержите в том, что Вятка и вообще, вот, Вятский регион, он имеет достаточно такой определенный менталитет. Сказать, что это... Сказать, что все просто, нет, потому что очень часто многие вещи, они подвергаются некоторым сомнениям, потому что иногда люди не верят в то, что действительно возможно сделать здесь что-то яркое и по-настоящему выдающееся. Но познакомившись с коллективом филармонии, я могу сказать, что вот все без исключения, наверное, люди, работающие в этой организации, это, во-первых, потрясающие профессионалы, это энтузиасты своего дела, которые работают не за деньги, поверьте, но мероприятия такого уровня, который мы проводим, и в частности, это вот Екатерина Рождественникова подтвердила, потому что наш режиссер, который работает у нас, Светлана Лаптева, она создала такого уровня шоу, казалось бы, на нашей сцене, который не имеет никаких возможностей для вот никакого оснащения, да, нам удалось создать такое шоу потрясающее, с великолепной игрой оркестра, с потрясающим оформлением. Был придуман сценарий, потому что, ведь понимаете, идея концерта к 9 мая, но на стихи Роберта Рождественского, и здесь я хочу конкретизировать, что фактически на стихи Роберта Рождественского нету ни одной военной песни. То, что речь идет, там, мгновение, там, не думая о секундах свысока, там, еще что-то, да, это, конечно, это патриотические песни, как бы, приуроченные, но это, извините, это не Смуглянка, это не Катюша, да, то есть это не песни военных лет. То есть они посвящены этой тематике, безусловно, но это не песни военных лет. И на примере, вот, в частности, его поэмы «210 шагов рождественского», да, вот Светлана Лаптева создала такую, потом, естественно, на земле безжалостно маленькая, там, и так далее, вот эти вот все строки, которые мы знаем, была создана удивительная совершенно литературно-музыкальная композиция, куда очень органично вписались вот эти вот 15 номеров симфонического оркестра. Я думаю, что никто не остался равнодушным, поэтому тот ресурс, которым мы обладаем, вот именно человеческий ресурс, он совершенно, ну, скажем так, не имеет, наверное, каких-то аналогов, потому что люди, которые собраны в филармонии, это действительно потрясающие люди, болеющие за интересы нашего дела. И я считаю, что всех этих людей нужно, ну, не то, чтобы премировать, но поддержать это однозначно. Так, Андрей Альбертович, я надеюсь, слушает нашу программу. Я тоже очень надеюсь, да. Пользуясь случаем, хочется передать привет, да. Так, вот кому блокнот нужен был Илья Николаевич. Вас, конечно, можно бесконечно слушать, но мне хочется очень включить. Подождите, 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 я сначала внедрюсь прямо совсем прикладными вещами. Я должна сказать, что возрастное ограничение концерта 26 мая 12+, детская программа 1 июня, про которую рассказывал Илья Николаевич, это вот два выдающихся молодых музыканта на крыльях синей птицы 6+, а вот программа 30 мая... Я думаю, что 12, наверное, это тогда, я думаю, что так. Вот, возрастное ограничение, всё, мы с этим... Я заканчиваю. Успейте, пожалуйста, нам рассказать, что... Ну, я хочу сказать, что следующий сезон у нас будет юбилейный, это очень важно, филармония исполнится 65, и это то, что Илья Николаевич тут как бы очень ярко представила жизнь симфонического оркестра в будущем, и вообще деятельность филармонии, это очень важно в свете вот этих событий. Но я расскажу быстро о тех концертах, которые нас ожидают в ближайшие дни. Во-первых, в понедельник, 23 мая, закрывает свой сезон Вятский оркест русских народных инструментов имени Шаляпина, эта программа будет с участием прекрасного певца, лауреата, международных конкурсов, обладателя гран-при международных конкурсов Сергея Языкова, которого у нас очень любит публика, это очень такой волнующий голос, баритон, и это будет называться программа «Романс из берегов Невы». В этом концерте прозвучат известные, очень любимые, я думаю, нашими слушателями песни, «Романсы» и Андрея Петрова, и меня Амина Баснера, и Валерия Гаврилина, и вся эта программа будет буквально проникнута очень добрым, задушевным вот этим состоянием. И вообще я хочу сказать, что когда Бог задумывал музыку, Он её задумывал для того, чтобы человеку, возможно, было открыть свои чувства. Самое главное в музыке — это чувства. И вот эти чувства, которых, может быть, в нашей сегодняшней жизни достаточно жёсткой, да, и омрачённой всякими разными событиями не хватает, всё это есть в этой программе «Романс из берегов Невы». И эту программу нужно обязательно людям послушать, прийти, отдохнуть душой и сердце. Давайте сразу скажем. Тоже 12+, на основное включение. Но вообще надо сказать, что вот у меня, по моим ощущениям, наблюдениям, детские программы филармонии — это чаще всего 6+, а программы, куда можно идти с взрослым, это 12+. Удобно запоминать. И ещё один концерт, который буквально сегодня в 6 часов вечера состоится в малом зале. И мы на него билет разыгрываем. Да, это концерт Вятского камерного оркестра, главный дирижёр Евгений Драбахин. Концерт называется «В английском стиле». Что интересно в этой программе? Здесь изумительная по своим каким-то чувственным, вот моим впечатлениям, да, музыка. Не столько весны, столько романтики, столько какой-то даже душевной неги, вы понимаете, обнажённости чувств. И я для себя сделал настоящее открытие, когда готовилась к концертной программе, потому что эта музыка, может быть, не столь известна, не столь широко исполняема. Это конец 19-го, начало 20-го века, английские композиторы. Вот. И я думаю, что наши слушатели, которые придут на эту программу, послушают эту музыку, они для себя сделают невероятное открытие. И на эту программу нужно обязательно прийти вдвоём. Вот вы интересны. То есть это романтическая? Это романтическая программа. Макетинговый ход такой, да? Да, нужно прийти вдвоём, потому что вот это вот чувство сопричастности, какой-то любви, которая звучит в этой музыке, буквально пронизывает каждую ноту, каждый звук, это просто зарядит такой энергией людей. Да, если вы хотите избавиться от своего стереотипа, вот программа называется «В английском стиле», и английское всё должно быть несколько чопорно и сдержанно, это здесь как раз о неге, о чувственности, о романтике. Да, вот вы понимаете, да, вот что касается англичан, они действительно отличаются такой чопорностью, какой-то закрытостью чувств. Но надо же понимать, что все мы с вами когда-то рождены от мамы и папы. Значит, любовь это была, которая дала... Вдвоём это мужчина-женщина должны прийти, да? Обязательно. А вы что думаете? Обязательно, должны быть пары. Вот, и вот англичане, они как раз, мне кажется, отличаются вот этой какой-то закрытостью во внешнем проявлении чувств, но душа у них невероятно поёт о любви, о романтике. Это всё в них есть. То есть внутреннее раскрытие в музыке. Да, вот это всё чувствуется в этой прекрасной музыке. И солистом в этой программе выступит Вячеслав Першаков, габаист с чудесным звуком. И, кстати, мальчик, который начинал свою музыкальную карьеру здесь, он у нас вязкий музыкант. Да, сейчас он учится в Москве, он уже титулованный музыкант, у него лауреатство разных международных конкурсов, замечательный. Не выслушайно у него преподавали в музыкальной школе, признавайтесь? Нет. Но он ученик, он ученик Игоря Григорьевича Ичменёва, да, который у нас играет в симфоническом оркестре. То есть вот где-то в марте месяце, вот после этого концерта, мы прирост рождаемости должны, да, вот как бы... Да, посчитал уже Илья Николаевича. Илья Николаевича считает, да, что всё в геометрической прогрессии. Где-то так, да. То есть это будет прекрасный подарок людям, когда они хотят провести время вместе. Вот это же, слушайте, мне кажется, прекрасная вообще история, особенно учитывая, насколько нас подводит погода, расцвела черёбуха, и как-то там вот совсем неуютно стало на улице, да? Да, подводит погода и Англия отчасти. 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 Уходим на рекламу, вернёмся через полторы минуты примерно и продолжим. Культ поход. Илья Дербилов и Елена Преснецова в нашей студии. Про вятскую филармонию сегодня говорим. Много уже рассказали. У нас остаётся не так много времени на рассказ именно, потому что надо переходить к викторине. Но точно мы должны рассказать про лето и детские программы, да, ещё? Да, как обычно по традиции у нас детские программы в большом разнообразии представлены в нашем репертуаре. Это всё будут дневные концертные программы. Они все вывешены у нас на сайте. Очень подробно описано содержание. Буквально каждый день дети, которые ходят в детские школьные лагеря, дети, которые с мамами и папами отдыхают летом, с бабушками, с дедушками, они могут прийти к нам. Это программы народного оркестра. Здесь я бы назвала программу «Новая душа России». Дальше путешествуем танцуя. Это музыкальный квест с участием русского концертного ансамбля «3 плюс 2». Это программы, посвящённые Великой Отечественной войне, дорогами победы. Это конкретно программы, связанные с 22 июня, Днём памяти и скорби, который у нас традиционно отмечается. И зарекомендовавшая себя уже неоднократным исполнением и успешным исполнением музыкально-литературной композиции по поэме Александра Трифоновича Твардовского «Василий Тёргин». Да, это совершенно такая вот изумительная художественная программа, которая получилась у Александра Николаевича Чубарова и артиста театра «Наспаска» Александра Карпова. Ну и, конечно же, оркестра. Вот. Так что там ещё есть программы, которые можно для себя отметить. Это и детский альбом Чайковского, и какие-то ещё такие есть программы детского лектория, кстати. Сундучок Ремёсин, да. Сундучок Ремёсин, я вижу его, да. Азбука осторожности. Словом, здесь любой слушатель, маленький, начиная от первого, там даже до первого класса, и постарше, они все для себя найдут какие-то интересы. Какие-то интересы. Значит, я всех слушателей отправляю на сайт Вятской филармонии, в разделе «Афиша» можно посмотреть. Всё выложено, и возрастные ограничения там можно посмотреть. Ну ещё раз, там 6 плюс в основном бывает, да? Конечно, да. И 12 плюс, это если мы говорим про взрослые концерты. Переходим к разыгрышам. Давайте. Мы будем ещё раз? Да, я думаю, что стоит озвучить, что у нас есть, конечно же. Я уже забыла, чего у нас уже нет. Вятская филармония – это то, чего у нас не было. Мы разыгрываем на этот замечательный концерт, который сегодня состоится в английском стиле. Сегодня в 6 часов вечера есть у нас пригласительные на него. Мы разыгрываем на закрытие 64-го концертного сезона, на 26 мая, пригласительный билет, тоже в 6 часов вечера. И на крыльях «Синие птицы» – та программа, про которую мы говорили, два юных музыканта. 1 июня – тоже в 18 часов. Это призы от Вятской филармонии. У нас ещё остались… По-прежнему есть билеты в смену и в дружбу. И в дружбу, да. У нас есть книги Мария Бурас, Максим Кронгаус «Тысяча лет и один день». Современная литературная сказка о приключениях Пети и Оси. Ноль плюс возрастное ограничение. Эй Колин Эйлорд «Среда обитания. Как архитектура влияет на наше поведение и самочувствие». Не только музыка. Очень интересная, мне кажется, книжка. Хорошая книга. Если её не выберут, я её возьму. Да, там что-то про объектно-ориентированную антологию должно быть, мне кажется. Ну, ты только-только верни обязательно, смотри. Если я сейчас не выберу. «Читай город» магазин нам эти книги предоставляет. Я напомню, что можно их купить в торговом центре «Театро», торговом центре «Крым», торгово-развлекательном центре «Макси» на Луганской и ТРЦ «Фестиваль». Ну и приглашаем всех на арт-вятку в галерею «Прогресса». Кто ещё не был, до конца мая эта выставка работает. Так что галерея «Прогресса» будут рады вас видеть. Ну что ж, задаём вопросы. Озвучили? Кто первый? Хорошо. У меня есть вопрос как раз по программе, которая будет сегодня в малом зале в английском стиле. То, что я уже озвучила. В этот вечер должна в исполнении Вятского камерного оркестра прозвучать фантазия на тему народной английской песни. Вот у меня вопрос. Как называется эта песня? «Зелёные платья», «Зелёные перчатки» или «Зелёные рукава»? Ой, я знаю правильный ответ. Кажется. Подарить тебе приз? Нет, я же не буду у слушателей отбирать призы. 201-101. Если вы, дорогие радиослушатели, так же, как наша Анна Прекрасная, уже знаете ответ. Я не уверена в своём правильном ответе, но подозреваю, что знаю правильный ответ. Добрый день. Здравствуйте. Как вас зовут? Александр. Да, Александр. «Зелёные перчатки», «Зелёные платья» или «Зелёные рукава». Традиционная, по-английски, народная, да? Да, народная, английская песня 16-го столетия. «Перчатки». Мы даём вторую попытку. Это был неправильный ответ. Тогда платье. Да что же такое-то, а? Ну вот видите, а вы говорите такой простой вопрос. Александр, простите, увы, платье – это тоже неправильный ответ. К сожалению, да. К сожалению, Александр, попытайтесь в следующий раз. Но есть шанс у другого слушателя. А мы не будем сейчас говорить, как называется эта народная английская песня 16-го века. Очень сложно, да. У нас, потому что остался один вариант. Надо вот прямо угадать. 211-101. Со словом «зелёные». И предметом, я даже не знаю, как сказать так, чтобы вот не подсказать. Не будем подсказывать. Не будем. Народная английская песня. Добрый день, как вас зовут? Алло. Как вас зовут? Алло. Да-да-да. Алло. Здравствуйте. Мне кажется, это «Зелёные рукава». Да, вам правильно кажется. Вам правильно кажется, да. Как вас зовут? Константин. Константин. Да, это совершенно верно. Песня называется «Зелёные рукава». А историю этой песни вы не знаете, случайно, Константин? Нет. Не знаете. А может, Елена Романовна нам подскажет? Да, я знаю историю этой песни. Она действительно народная песня. И впервые она была опубликована в сборнике 16-го века. Она даже использовалась в пьесах Шекспира, как мы знаем. Ну, и впоследствии авторство текста присваивалось многим людям, в том числе и Королю, по-моему, Генриху VII или IV, потому что тут могу спутать. Но идея заключается в том, что... Ну, на самом деле слова народные, музыка. Да. Дело, конечно, здесь заключается в том, что всё содержание этой песни вертится, крутится вокруг любви. О чём я, собственно, говорила вам обязательно. А «Зелёные рукава» здесь при чём? Ну, дело в том, заключается в том, что когда молодые люди, или, может быть, даже не очень молодые, но встречаются на просторах лугов и полей Англии, то, безусловно, им приходится опуститься на землю, да? Вот. И тогда белоснежные рукава, блузок англичанок становятся зелёными, потому что трава имеет... Зазеленили. Возможно. А тайны у них не было. Я даже не думала. Понятно. Я думала, это связано с каким-то танцем, где рукавами соприкасаются. Точно прирост населения. Да, на самом деле, на самом деле, да. Всё про любовь. Всё про любовь, я понимаю. В английском стиле. Ну что ж, мы вас поздравляем. Константин, спасибо вам за правильный ответ, Елене Преснецовой, за такую экскурсию в 16 век. Какой приз вы хотите? «Средообитание». А, ещё раз? «Книга». «Средообитание». Книга «Средообитание» Коля Нелла. Мне не надо говорить, что я хочу брать книжку, почитать её сразу. Не надо, потому что их сразу же забирают. Да, у тебя просто глаз, ты как положишь, так сразу и нет приза. Ну что ж, книжка даётся вам. Звоните в следующий раз и расскажите, как она вам понравилась или нет. Поздравляем вас. Спасибо за звонок. Да, Константин с нами попрощался. У нас есть ещё 6 минут, и мы задаём вопрос. Тогда я задам такой вопрос. Сегодня в ходе нашей программы было озвучено, какие именно музыкальные инструменты появятся, первые новые музыкальные инструменты появятся у симфонического оркестра. Это, сразу могу сказать, что это инструмент из группы деревянных духовых, которые уже находятся на пути в Киров и будут вручены симфоническому оркестру 26 мая на концерте закрытия. Я не удивлюсь, если все запомнили стоимость из этих инструментов, но название пропустили. Я думаю, что стоимость обязательно запомнили. Хороший вопрос. Это будет дополнительный. Думаю, вот 211-101 музыкальные инструменты, которые получит Вятская филармония в ближайшее время. Я, честно вам скажу, когда узнала, сколько они стоят, я в шоке была. Илья, пообещайте нам, когда вы уже разыграете эти инструменты через полгода, приходите к нам в студию, и мы дадим возможность услышать всем. Есть у нас слушатели. Добрый день, как вас зовут? Меня зовут Валентина. Да, Валентина. Я думаю, что это фагот. Прекрасно. 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 Угод, да, Валентина. Вы наш внимательный слушатель. Спасибо вам за это. Какой приз вы хотите? Вот я что-то запомнила, только не на сегодня. Не на сегодня. Мы вас можем как раз на этот концерт отправить. На фагот посмотреть, да. Инструменты будут вручать. Пойдете 26? Это будет когда? 26 мая. Это будет на следующей неделе. Пойдете. Да, да, да. Все, мы вас туда отправляем. Поздравляем. Спасибо вам. Отправляем Валентину на этот концерт. У нас есть еще три минуты, и мы можем еще разыграть. Еще один вопрос. Вот, кстати, я хотела еще по 23-му с Народным оркестром и Сергеем Зыковым романсы с Невских берегов. Прекрасно. Вот мы знаем прекрасно, что Андрей Петров, он мастер романса, и эта музыка будет звучать 23-го числа. И среди музыки, которую он писал к советским кинофильмам, есть фильм, которым снялась Лариса Гузеева, Никита Михалков. И этот фильм снят по пьесе Островского «Беспританница». Как называется эта кинокартина? Ой, ну вы все рассказали. Надо было хотя бы не говорить, надо было сказать. Вот там на Волге пароходы, купцы. Паратов. Ну хорошо, ну пусть даже вот так будет такой вопрос. 211-101, мне кажется, очень простой вопрос. Ну посмотрим, что скажут слушатели. Две минуты остается слушателю вас на то, чтобы дать правильный ответ. Название фильма.